Всем привет! Сегодня я вас познакомлю еще с одной говносборочкой. Это говносборочка из эпохи Рутрекера. Сами знаете, там сейчас полный закат, говносборок все меньше. Перед вами инсталлятор Ubuntu. Дистрибутив сборки называется Sealia. Перебиты, как вы видите, копирайты. Вот видите, вместо Ubuntu здесь у нас название данной говносборки. Установить, попробовать. Тут у нас значок. Это русская говносборка с официальным сайтом, даже с какими-то там услугами коммерческими. Я уже показывал несколько из вариантов их не сборок. Там, допустим, в честь какого-то юбилея Blizzard у них была якобы игровая сборка с обычными какими-то вонючими демками, которые при том еще работали под вайном. То есть вы качали Linux-сборку под названием SparkCraft, ну намек на StarCraft 2. При этом там были виндовые демки, которые запускались под вайном. Это все было в 2010-2011 году. Представляете, насколько хорошо эти демки в то время работали. Сколько было глюков. Перед вами тут типичная у нас а-ля Vista или а-ля Windows XP всякий зверь DVD шапки-окон. Видите, вот такие побольше блеска, гламура. Так, ну нажимаем попробовать. Видим, как у нас здесь значки хорошо отображаются вместе с панелькой. Так, запускаем. И мы получаем просто великолепный интерфейс. Видим эмблему журнала Чип, Чип Эдишн. Я не знаю, зачем они это делали. Может быть, они как-то пробились в журнал Чип. Понятия не имею, можно порыться, посмотреть. Может, задурили там кому голову. Здесь у нас какой-то мутант непонятный. Выглядит очень странно. Ну, это какой-то гибрид или Садамазо а-ля Gnome 2. Что-то из насилованного типа. Так, видим версию 11.07. Ну, можно предположить, что это основано на версии 11.04. Никакого Unity здесь, естественно, нет. Нет, это обычная панель Gnome 2. Судя по типам значков, что-то с Lamp-Zina, с Mint, очень похоже. На Mint. Я не удивлюсь, если это вообще на Mint основано. А мы можем посмотреть, на Mint или нет. Строка меню. Ну, видно, что это значки. Минтовские просто не изменены. Допустим, строка меню вместо минтовского значка здесь ихний вот этот вот голубой петушок изображен. Очень сильно гармонирует вот эта шапка с вообще, с тем, что происходит просто на рабочем столе. Ладно, зайдем в меню. Здесь у нас обычное гномовское меню. Присутствует. Сразу видно понятный и простой интерфейс. Пользователь сразу разберется. Вот, надо было еще кнопку меню еще куда-нибудь сюда на середину засунуть. Слава богу, у нас здесь всего одни часы, и это уже победа, в принципе. Так, а это что, гипнокнопка какая-то? О, это еще одно меню. Ведь еще одно меню. Тут у нас о выпуске. Ну, что же нам они расскажут о выпуске? Вау, они нас выкинули в браузер. Мы видим, что мы попали на официальный сайт. У них уже, конечно, все-то загнулось. Они тут предлагают новый проект какой-то посмотреть. Вау. Охренеть. Ну, мне-то неинтересно совершенно, их не новый проект. Мы видим, что тут как раз используется интерфейс от Ubuntu Netbook Edition. Я вам показывал недавно в обзоре вот этот интерфейс. Не знаю, к чему он здесь вообще. Он тут с коробки не работает, слава богу. То есть, его можно включить. Но я не знаю, на хрена он. Так, посмотрим, какая есть версия лисы у нас. Пятая лисичка. Как давно это было? Как дерьмо, что тогда работала лисичка. Работала она действительно стрёмно. Видим, что ядро здесь у нас 2,6 и 38. XORG 7,6. GNOME 2,32 и 1 присутствует. Какие языки. Ну и самая главная информация. То есть, всё инновационное достижение, которое было достигнуто в данном релизе. Это обои рабочего стола, 18 штук. Тема оформления системы, 9 штук. Тема элементов оформления, 8 штук. Тема рамококон, целых 9 штук. Наборы значков, 5 штук. Тема курсора мыши, 5 штук. Экран загрузки ОС1. И скринсерверы 13. Правда. Прямо инвентарный лист советской эпохи. Видеоредактор питьевый. Наверное, человек вообще никогда в видеоредакторе не работал, раз он использует питьевый, раз он сюда его засунул. Ну, звукозапись Гном понятна. Броссера понятна. Стандартный ритм-бокс. Фото Будко-Чиз. Графика Шетовел. Так, просмотр... Так, сканирование изображений. Просмотр документов. Изображение, так, Гном. Игры. Короче, что-то не особого тут не вижу, кроме, конечно, извращения того, что они сделали с убунтовским рабочим столом. Заколебали такие комментарии? Что вы гоните? Он у меня хорошо работал. Я там сидел в каком-то году на этом. Вы знаете, почему это вообще работает хорошо? Работает по причине того, что говносборщики еще не суют свои руки так глубоко в саму систему. Да, они поменяли копирайты, напихали сюда всякого извращенного интерфейса, скрестили два интерфейса, как два волкодава. И они особо еще не сунули руки, куда не надо. Поэтому еще как-то это все работает. Это убунта просто нагрушено. Это как лошадка, на которую нагрузили 10 тонн ненужного говна. И она как-то еще под горку-то тянет иногда, понимаете? Ну, то, что два меню, это, конечно... Ага. Второе меню сейчас объясню вам для чего. Это спам-меню. Здесь у нас меню дистрибутива. Понятно. Можно было бы его добавить. Это понятно. Для того, чтобы как-то лучше поддержать связь с пользователями. Так, дальше общение. И тут у нас реальный спам. Facebook, ВКонтакте, Одноклассников. Что же это? Почему это спам? При нажатии просто запустится браузер. Это никакое нахрен не приложение, а просто ссылка. Где лихо Элвис улыбается нам. И говорит, ну ты и лох. Все здесь просто тупо ссылки. Понимаете? Ну, спам этого чипа журнала. Торрент трекеров всяких. Рутрекера. Так. Игр всяческих коммерческих. А лавары, если вы хотите поворачивать в демке. Огород, там помидоры, огурчики. Туалет, там будочку поставить посредине в поле. Просто тупо спам. То есть из Ubuntu сделали какую-то спам-машину. Ведь школьники увидят. А, какой интерфейс. А еще можно кубы крутить. Круто. Да. Только игрушек что-то мало. В принципе, набор софтов довольно... Он очень привычный. Еще раз это мини-дублируется. Видите? Чтобы вы не промахнулись. Потому что спам должен дойти до своего. До жертвы должен спам дойти. Программ здесь, конечно, очень много-много. Очень. Хорошо, хоть твикер еще засунули. А, еще виджеты присутствуют. Для чего виджеты? Для того, чтобы были еще часы. Еще часы должны быть. Ребят, если нет вторых часов, вот они любимые. Если есть вторые часы, значит все очень хорошо. Значит все круто. Два меню. Двое часов. Просто идеально. Просто идеально. Можно еще цветочек сюда. Какой-нибудь запихнуть. Цветочек. Иди сюда. Цветочек что-то не хочет. Но я сказал, а? А, во, во. Его палить надо. Короче, он здесь будет еще расти. Нагрузку на ЦП. Ладно. Хрен с ними скриншотами. С этими гаджетами, виджетами. Так. Что такое, а? Палить надо. Палил я. Расти. Так. Здесь твикер. Ubuntu. Твик. К сожалению, он уже не умер. Была замечательная программа для Ubuntu. Она тупо скончалась. Здесь можно было и настроить эффекты. И почистить систему. Установить со сторонних репозиториев. Какие-то программы, которые в обычных недоступны. Настроить на утилу. С файловым. Короче, очень удобно. Очень. К сожалению, он и сдох. Короче, кроме спама, мудацкого непонятного интерфейса, двоих часов, мы здесь что-то, ничего полезного не нашли. Слава богу, еще хотя бы есть центр приложений, где мы можем в итоге на сборку еще поставить какие-то программки. Еще даже что-то работает. Старая же Ubuntu. И тут свой копирайт сюда засунули. Засунули свой копирайт сюда. О, видите, зашквары тоже Ubuntu. Они сиили. Но вы все равно сюда захрендячили. Видите, свой? Копирайт, блин. Платная Pro. Ох, сколько его здесь много. Целый ноль. Добавер, скайп. Короче, что можно сказать? Просто дикий ужас. Дикий ужас. Просто ужас. Дикий ужас. Сейчас ретро-дикий ужас. Так как вся эта хреновина, как Титаник, наткнулась на айсберг и затонула. Официальный сайт еще поддерживается. И школьники еще ведутся на это говно. Переходя на официальный сайт, им предлагается перейти на их какой-то новый проект. Естественно. И посещение сайта влияет на все это дело. Да еще ребята рубят бабки на этом деле. Молодцы. С одной стороны. С другой стороны, конечно, это все модантизм. Печальное зрелище. Видите, посещения продолжаются. Что-то подобное произошло еще с одной славной говно-сборкой под названием Росинка. Где при переходе на сайт, люди, когда ищут новую версию данной сборки, которые, в принципе, от оригинального Минта и Любунта вообще ничем не отличались, переходят на какой-то новый проект. Вот здесь видите, у них тут уже новый совершенно проект. Инвестиции в стартапы становятся выгодны здесь. Фабрика проектов. Какая-то сраная пирамида для надувания дурачков. Не мог я не показать эту сборку. Там еще много у них всяких есть сборок. По той причине, потому что это уже классика. То, что вы видите, это классика говно-сборок. Которые так и не обошли Linux. Сейчас это все идет просто на торможение. Правда, сейчас все это как-то стало хуже. То есть, они не просто пилят говно-сборки, которые там через год-два умирают. Они уже пилят гигантское количество различных дистрибутивов, которые я, в принципе, вам уже показывал. И не раз в каких-то своих обзорах матом ругался, рассказывал какое-то говно. Но, тем не менее, все равно их становится меньше. Это хорошо. То же самое аналогично и в Windows, я заметил. Там поменьше всего этого осталось с началом эпохи Windows 10. Максимум пилят какие-нибудь сборки с отключенными какими-то хреновинами и все. Что, на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Скачать это говнище можете на рутрекере. Если вы скучаете по двоим часам, проблем никаких. Ссылку прикреплять не буду. А то еще скажете, что говном торгуют. На этом все. Спасибо за внимание.